И смотрят в Европу. Мой денёк. На этом всё. Сегодня с вами были Сергей Бунтман, я Станислав Анисимов и наш звукорежиссёр Александр Ратникова. Мой денёк. После полуночи со среды на четверг. Программа винила радиостанции Эхо Москвы. Пластинки всех времён народов. Никакой цифры. И только живьём. Ведущий программы коллекционер Михаил Уницин. Встретимся после полуночи. Радио Эхо Москвы. Три часа в Москве. На их новости в студии Ирина Кучеренко. Только 6% россиян считают, что власти соблюдают Конституцию. Это следует из результатов опроса, проведённого Левада-центром. В августе этот показатель составлял 15%. Около половины эспондентов полагает, что руководство страны соблюдает Конституцию лишь отчасти. При этом почти треть опрошенных согласились с вунением о том, что Конституция не играет значительные роли в жизни страны, поскольку мало кто с ней считается. Кроме того, 38% признались, что никогда не читали Конституцию России. А четверть отмечает, что читали, но не помнят её содержание. Большинство россиян, 69%, затруднилось ответить на вопрос о необходимости внести изменения в Конституцию. За это выступили только 10% респондентов. Они согласились с тем, что в нынешнем виде она предоставляет слишком большие полномочия президенту, и необходимо перераспределить их в пользу законодателей и судебной власти. Глава дипломатии Евросоюза Кэтрин Эштон встретилась в Киеве с президентом Украины Виктором Януковичем. Беседа продолжалась 3,5 часа, сообщает Униан. Какие конкретно темы обсуждали политики, не уточняется. После этого представитель Евросоюза отправилась на Майдан незалежности, где проходит акция сторонников евроинтеграции. Там она пообщалась с протестующими и с оппозиционным политиками.